Привет! Я решил открыть новую рубрику «Диорамы по мультикам и мультсериалам». Уверен, что у многих моих подписчиков, как и у меня, есть дети, и им было бы интересно посмотреть что-то, кроме того, как кто-то играет в куклу Лолу. Моя старшая дочь, 8 лет, с удовольствием с нуля под моим чутким присмотром сделала диораму на тему мультсериала Gravity Falls, и многое узнала о поведении различных материалов. Вести эту рубрику я в одиночку не смогу, и мне будет помогать моя помощница Александра. А вас прошу высказать своё мнение за или против такого контента у меня на канале. Сначала печатаем и отделяем от поддержек части фигурок из мульта Gravity. Кстати, если вам нужны какие-либо фигурки, то просто напишите мне на почту info.sobaka-minibrix.co Все части фигурок покрываем праймером. Иногда праймер называют грунтовкой. Это нужно для того, чтобы краска лучше сцеплялась с поверхностью. Чтобы не видно было мазков кисти, лучше всего красить аэрографом, особенно если дело касается больших поверхностей, если вы хотите сделать плавный переход одного цвета в другой. Для первого знакомства с аэрографом можно купить самый дешёвый. У некоторых компаний есть специальные для новичков. Вам этого будет вполне достаточно. Мелкие части фигурки красим кисточкой, так как для покраски аэром потребуется слишком много подготовительных работ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для того, чтобы сделать пень, нам потребуется полимерная глина. Компаний, производящих полимерную глину, много, и у каждой богатый ассортимент, как по цветам, так и по свойствам. Для первого раза можно выбрать любую. В качестве основания для диорамы мы используем пеноплекс. Лист пеноплекса можно купить в строительном магазине и скалптомолт. С этим немного сложнее. Скалптомолт в России не продается. Можно заказать на Амазоне или Ибэе. Его преимущество в том, что он не дает усадку, и после отвердевания становится очень прочным. Также во время нанесения держит форму и не течет. К гладкой поверхности пеноплекса он отлично прилипнет после высыхания. Красим в основной цвет и с помощью специального акрилового материала имитируем поверхность земли. Пень красим в основной цвет. А после того, как краска подсохнет, добавим светло-коричневого, чтобы показать объем. Для этого нужно покрасить выступающие части пня, а все впадины оставить темными. Субтитры подогнал «Симон» Приклеиваем дерн. Это имитация травы. По консистенции больше похожа на древесную муку. Закрепляем это все жидким клеем. Такое можно либо купить, либо сделать самим. Ссылка на изготовление в правом верхнем углу. Чтобы трава была максимально реалистичной, лучше всего купить пакетик флока и наносить его на густой клей с помощью флокатора. Флокатор поможет поставить травинки вертикально. Если же насыпать руками флок, то он будет просто лежать как скошенная трава. Не приклеенный флок просто стряхиваем. Добавляем различные мелкие детали. Так диорама станет намного реалистичней. Все эти мелкие кустики и деревяшки можно найти в парке или саду, а еще лучше в лесу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Грибы делаем из полимерной глины. Для создания елки нам потребуется деревянная палка и тонкая проволока. Сначала из палки формируем ствол. Наматываем проволоку, создавая большие петли примерно на равных расстояниях. Это будут ветки. Разрезаем петли и расправляем. Наносим вспененную замазку. Для этого этапа подойдет также смесь ПВА с затиркой. Грунтуем и красим. К веткам из проволоки приклеиваем сухие растения. Для создания деревьев лучше всего подходят различные части цветов или небольших кустов. Чтобы приклеить иголки, для начала нужно распылить клей из аэрозоля. И после этого можно флокатором наносить ворсинки. Дополнительно все это закрепить аэрозольным клеем или диорамным. Все основные элементы диорамы готовы. Осталось собрать их вместе. Надеюсь видео вам понравилось. Спрашивайте если остались вопросы и делитесь им с другими. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал.